МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Устанавливающий обязанности мэра города Резвангазимагомедов дал поручение увеличить количество пассажирского транспорта. Читать, не видя глазами. В 2004 год в Дагестане функционирует единственный на Северном Кавказе учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих их сан. Три выхода на ковер и уверенная победа. Дагестанские вольники стали медалистами на чемпионате Белоруссии в Минской области. Премьер-министр республики подверг жесткой критике работу филиала Россети Северный Кавказ Дагенерго. Доклад руководителя компании не устроил председателя правительства. Он указал на расхождение отчетных данных от реальных. Работы ведутся в предлосуточном режиме вот уже двое суток. Могилизованы необходимые все силы и средства, которые сразу после первого дня дополнительные бригады были могилизованы из тех районов республики, где высокая аварийность не наблюдалась. Пока мы справляемся, все необходимое у нас для этого есть. А как вы справляетесь, если полк республики без следствия? А что за у вас выражение или умозаключение такое? Максим Сергеевич, так не пойдет. Ничего вы не выполнили. Вот результат вашего выполнения. 80 тысяч населён республики при минусовой температуре без света, без газа, без воды и так далее. Вот результат вашего доклада и деятельность вашего учреждения. Кому вы не подчинялись? Мы здесь нанятие дагестанским народом чиновники. Мы работаем во благо дагестанского народа, а не ваших докладов. Давайте докладывать дальше. В свою очередь, директор Дагенерго согласился, что ситуация неблагоприятная. Но, по словам Максима Долголёва, на это есть причина. Погодные условия усложняют своевременный доступ к местам повреждений. В резерве сформировано 5 бригад. В случае необходимости дополнительно будут привлечены ещё силы из соседних республик. По мнению докладчика, филиал пока справляется, и всё необходимое для этого есть. Нам известно конечное количество линий электропередач этого класса напряжения, и в большинстве из них определены места повреждений. На места повреждений направлены оперативно-выездные бригады, оснащённые специальной техникой и аварийным запасом, которые после устранения этих повреждений, эти филеры будут вводиться в сеть. Мы рассчитываем в течение суток эту работу закончить. Из массовой аварийности привести в ту среднюю, которую мы имеем, нормальный период времени. Не связано с улучшением погоды. Тем временем, ситуацией заинтересовалась и прокуратура. Она решила проверить соблюдение прав граждан, оказавшихся в последние дни без света, и ведёт полный мониторинг ситуации с ходом проведения аварийно-восстановительных работ. Напомним, что вследствие снегопада и сильного ветра более 60 тысяч жителей республики в 40 населённых пунктах остались без электричества. Автобусов и маршруток в Махачкаре станет больше. Напомним, накануне исполняющей обязанности мэра города Резваном Газимагомедовым было дано поручение увеличить количество пассажирского транспорта, задействованного в перевозках на территории муниципалитета. Уже сегодня на заседании ситуационного центра заместитель главы города Хаким Ашиков отчитался о выводе необходимого количества транспортных средств на маршрутные линии. Обзвонили всех наших перевозчиков, поставили задачу, чтобы они обязательно учли на тот выход, который в обычном штатном рождении соблюдался. Вот сейчас в утром я получил сводку выхода на линию от каждой компании. Уже четвертый год в Дагестане функционирует единственный на Северном Кавказе и аналогов которому нет в России учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих их сан. Здесь обучается около 20 человек как светским дисциплинам, так и религиозным. И все они разных возрастов и с разных уголков страны. Подробности в сюжете Хамзу Нурмагомедову. Вскоре после женитьбы я купил в Паддингтоне практику у доктора Фаркера. Рамазан Гамзатов не видит глазами. Однако это не мешает ему читать художественные произведения прямо с компьютера. Этому его научили в учебном центре Ихсан. Последняя книга, которую я прочитал, это «Собака Баскервилли» Артура Конан-Дойля. Сейчас, наверное, буду дальше. Я вообще начал цикл рассказов про Шерлока Холмса читать и дошел до этого произведения. Сейчас читаю просто сборник рассказов. Я различаю свет и темноту. Ну, не знаю, просто как зрячие различают такие. Просто смотря, вот, допустим, здесь светло, это я сейчас могу сказать. Ну, вот как именно, ну, просто глазами увидел свет. В нашем центре незрячие обучаются школьным дисциплинам. Основное направление в нашем центре – это заучивание Корана. Обучение основам ислама, правильному совершению омовения, намаза. Здесь обучаются 18 человек. И все они с нарушением зрения, как полного, так и частичного. В центре воспитываются ученики не только из Дагестана, но и с Ростовской области, Ставропольского края и Оренбурга. Помимо основных дисциплин – религиозных и светских – ребятам дают дополнительные уроки по вязанию, бессероплетению, пользованию телефоном и компьютером. В общем, наши дети развиваются всесторонне, потому что, как мы знаем, мы не можем идти в одном направлении, так как незрячие, они самостоятельно обучиться этому не могут. И поэтому мы прилагаем усилия, чтобы они и были самостоятельными, и умели и ухаживать за собой, и умели правильно общаться со сверстниками, со зрячими, с незрячими, чтобы могли найти общий язык в любом коллективе. Заботу и помощь здесь оказывают бесплатно, как взрослым, так и детям. Учредителем центра Ихсан является Муфтия Дагестана. Будущим руководство планирует дать учащимся профильное образование. Этим самые выпускники смогут трудоустроиться и сами зарабатывать себе на жизнь. Если встанет, вдруг темно, волноваться здесь грешно. Свет включили и забыли, благо всё это учили. Но бывает в жизни так, что вокруг полнейший мрак. Пусть слепым не бить назги, ты их в душе огонь зажги. Хамз Нурмагомедов, Ислам Халиков, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Лучшими молодыми учеными СНГ-2022 стали дагестанцы Магомед Амин Акаев и Раджаб Магомедов, занявшие первое место в интеллектуальном конкурсе среди молодых медиков. Конкурс проходил в Казахстане в рамках шестого международного книжного издания Содружества независимых государств. Акаев и Магомедов представили проект о влиянии социальных сетей на молодежь. Проект дагестанских аспирантов разработки уже пять лет. Исследования проводятся в виде наблюдений и опросов. Полученные результаты впечатлили членов жюри в Астане. К большому сожалению, некоторые люди глубоко уходят в эти социальные сети, особенно это люди, которые, может быть, физически, ментально слабые. Они посредством своего аккаунта создают идеальный свой мир и становятся заложниками этого аккаунта. Из-за этой проблематики нами было принято решение, еще в далеком 2018 году мы начали вообще развивать эту тему. Были и в Краснодаре, участвовали и в других конференциях и конкурсах, также становились победителями и призерами. То есть мы попытались раскрыть эту тему вообще, как социальные сети могут влиять на молодежь. То есть мы путем анкетирования, путем встреч выявили определенные результаты. Что говорить о самом конкурсе, на котором отметили нашу работу, хотелось бы выразить большую благодарность, конечно же, экспертному совету, который нас оценивал за те острые вопросы, которые нам ставились. Ведь посредством нашего собственного размышления над этими вопросами мы находили и пути решения общей проблемы. Мы хотели бы отметить то, что наш проект действительно отметили, наш проект действительно похвалили, заметили. Почему? Потому что это актуально. Это действительно актуально на сегодняшний день. И это проблема не одного Дагестана, России, а это проблема всего мира в целом. Потому что молодые люди, они везде, интернет, он везде, и их взаимодействие ограничить невозможно. Возможно лишь наставить, направить ту молодежь, чтобы она использовала этот ресурс. Только в благородных целях. Участники из Дагестана взяли первое место и в номинации «История». Аспирант Ахмедия Махадов победил с проектом «Самурский поход имама Шамиля» в 1848 году. И о спорте. Дагестанские вольники отличились на чемпионате Белоруссии в Минской области. Магомед Хабиб Кадемагомедов стал трехкратным чемпионом. Он боролся на турнире в весе до 79 килограмм. Три раз выходил на ковер и победил досрочно в первой схватке Артема Белоусова, в полуфинале Дмитрия Денисинея и в финале Андрея Карпача. Чемпионом также стал Расул Тихаев, а Ислам Гусейнов взял серебро. В спортшколе Гайдербекова подвели итоги минувшего года и наградили отличившихся спортсменов. Пятерки лучших – Магомед Ичеиров Ашалаевы, Магомед Тиновасов, Джабраил Алиев и Зубаил Магомедов. В сезоне 2022 эти боксеры становились победителями универсиады, входили в число призеров чемпионатов Дагестана, СКФО и Первенства России. В награждении спортсменов приняли участие именитые мастера кожаной перчатки Гайдербек Гайдербеков, Магомед Шинавазов, Султан Ибрагимов, Магомед Курбан Алиев, а также Богослов Идрис Асадулаев. Я в первую очередь хочу всех поблагодарить за то, что вы делаете работу, такую большую работу. На самом деле тренерская работа – это очень тяжелая работа. Я это почувствовал, когда я уже закончил свою карьеру. Почему? Потому что человек может не прийти на тренировки, но тренер, он всегда переживает за свою ученую. Он всегда хочет добиться успеха, он переживает за его здоровье. За все переживает тренер. Ему двойная нагрузка. Поэтому я считаю сегодня результат, ваш результат – это 70% тренера, 30% только от вас. Очень рад сегодняшней встрече. Почему? Потому что вижу молодых бригад, которые выбрали начало своей жизни именно спортивный путь. Этот путь нелегкий, он очень сложный. Выбирает этот путь только с характером, мужественным человеком. За это я вас поздравляю, что вы настоящие мужчины. Вы правильно выбрали. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин